всем привет дорогие подписчики все те кто смотрит наше видео сегодня у вакая социализация в городской среде пока я все в новинку он тут не был мы в городе сегодня на набережной озеро кабан и он не понимает куда мы приехали я его отпустила погулять недолго на свободе вот как раз за этим ограждением а сейчас мы будем социализироваться в городской среде а то настолько мы на природе постоянно что он не умеет гулять в городе хочу скулит вот не успеем прийти в какое-то новое место он начинает скулить в ожидании опять какого-то чуда к чему к чему а городу конечно у нас вака не приспособлен слишком много свободных прогулок за городом плюсов конечно много у такой прогулки хотя бы научиться гулять спокойно потому что он даже не ходит на поводке он дергается из стороны в сторону мечется все равно тянет еще потому надо кают как наш брат надо ходить по кафешкам по городу чтобы люди гладили это на всех не неадекватно уже реагирует и рычит и холку поднимает какая-то ненужная непонятная реакция мы то уже привыкли а люди конечно очень сильно реагируют на него слишком яркий слишком крупный красивый непохожий на рыжих стандартных акит и что ты смотрите ведь что-то там померещилась и стоит тявкает ой точно он у меня дикий боится смотрите ребят пойдем пойдем мой хороший смотрите тут в дырочку пол но он не из трусливых можно можно вако стоять освоился маленчика все равно ведет бухтит как старый дед кругом собаки он отвлекается ну тем самым рядом мы проходим социализации вако поскуливает маленький шпиц лает со всей дури а он привык либо играть либо бегать а тут ничего нельзя поскуливает ходит вак камни камни сейчас уже спокойнее на команду гуляй реагирует бежать-то некуда сразу теряется интерес накидовский ты же аки табака ты должен созерцать прекрасное медитировать боится лает сновидит это высоко прелесть тут просто раздолье и людям и животным птицам животные тут такие как андатры может еще кто да оттуда мы сейчас пришли лает опять на кого-то бухтит пошли какие-нибудь сооружения тени отбрасывают он начинает зацикливаться вака пошли гулять видите дикий пес у нас дикий пес он видимо ее увидел красота конечно я конечно с ним замучилась он все время фыркает на кого-то или на что-то все ему мерещится кажется подозрительным хорошо что мы сегодня гуляем там на каждом шагу пустолает диковат парень сейчас мужики спрашивают смесь гиены ну на похож это древнейшая порода японской собаки очень редкая порода на самом деле столько вопросов людей рядом как это пришли скажи не побегать по берегу не зайти в воду не попить как свиньи не извозиться не покопать как это тогда интеллигентная прогулка вака рядом села специально посидеть не потому что устала чтобы посмотреть на его поведение виде он все высматривает что-то пыхтит фыркает все время фыркает он и дома стал себя так вести какие-то шумы и соседи он все время фыркает слышит форточку звуки начинает фыркать как это иногда подбешивает вот социализацию будем чаще устраивать ничего пока молодой кровь кипит бурлит постепенно постепенно привыкнет все наладится начинает зацикливаться и начинает фыркать надо убирать эту зацикленность отвлекать ты меня слышишь вакай вакай гулять пойдем вакай вакай гулять пойдем пойдем гулять гулять пойдем вак в чем дело что ты скулишь уведи меня отсюда до нельзя мы двигаемся дальше вышли на более шумную дорогу ближе к дороге точнее сложно нам дается конечно городская прогулка ну вот мы стараемся смотрите сами анализируйте пошли пошли вперед мы попутно здесь фотографируемся в этой красоте и все смотрят собираем зрителей короче мне эта адаптация действует на нервы у кого такие же проблемы наберитесь терпения что тут еще скажешь ему тоже непривычно пошла гулять тоже мне скажет в город где тут гулять да вот так вот у кого нет возможности выезжать за город или кто живет где-нибудь в москве например попробуй покатайся как-нибудь это конечно тяжело я представляю как собаки приспособились к жизни в городе вместе с вакахиной социализации вы увидите красивые места в городе кто не был в казани гуляй можно а кто был те и так знают где эти места я специально его ребята отпустила понаблюдать за его поведение чтобы на людей не реагировал последнее время он стал на них как-то враждебно реагировать социализация сегодня по полной программе общество у нас очень хорошее здесь в казани по крайней мере может еще где все любят животных любят детей нация очень доброжелательная в этом отношении ну исключение везде есть это уже обсуждать даже и нечего а в целом очень радушные люди в казани нас уже погладили покормили правда я не заметила он попрошайничал девочка кормила уток каким-то хлебом странно что сыроед ест хлеб мы прошли почти первую половину озера его можно обойти вокруг конечно если задастся целью и идти быстрым шагом но наша задача сегодня другая вот я стою далеко-далеко от этого фонтана долетают брызги мелкие ветер потому что с той стороны у нас тут слева здание это театр татарский название не помню а за фонтаном это кфу хваленый университет казанский олимпиады там проводятся тоже но не в этом здании нет в другом я за фонтана брызги прилетают я зафинкала брызги прилетают Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Услышал какие-то писки... Я так думаю, это... В микрофоны тут у нас озвучка идет по периметру озера... Стоит, наблюдает... Продолжение следует... Давно я не гуляла сама по озеру Кабан... Один раз мы были зимой с Вакаем... И это был, наверное, последний раз... Потом у нас пошла послушка, занятия и в основном все в лесу... Поэтому социализацию мы проходим крайне редко... На площадках чаще бываем на собачьих... Там все хорошо, опросов нет... По парку он идет, конечно, тоже не ахти... Но там манипулировать им лучше... Но там манипулировать им лучше... Поэтому воспитание дается проще... Потому что, чтобы он что-то получил там хорошее... Он должен себя вести, как я прошу... И он очень умный для этого... Поэтому он очень старается... И идет рядышком... Пару часов, наверное, мы точно гуляем... Если не больше... Я просто не смотрела еще время... Вот за пару часов посмотрите сами результаты... Видите, он уже идет спокойно... Он не дергает поводок... Как обычно он делал... Он стал останавливаться... Наблюдать... До этого он так не делал... Бежал на людей, реагировал... Фыркал на прохожих... В общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть... Добиваемся результата... Все это корректируется легко... Надо просто это делать... Пишите, что думаете... Может быть, есть ваши советы... Много опытных людей... Именно по воспитанию Акит... Вот... Но мы от своего... Заводчика получили кучу комплиментов... На племсмотре... Встретились... Нас похвалили... Сказали... Вырастили собаку... Отличную... И сдержанный... В себя уверенный... Ну... В общем... Все, что хотел бы видеть... Наверное... Заводчик... Который отдает свое сокровище в руки... Наверное... Мы постарались воплотить все эти желания... Может быть, не все... Но у нас еще все впереди... Как раз посмотрела по времени... Сейчас пошел третий час... Нашей прогулки... Нашей социализации... Очень радует... Сейчас посмотрим... Как он будет на собачку реагировать... Которая идет... На встречу... Нет... 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 Рядом... Вот... Два мальчика... Не играют... Они сейчас... Рыкают... Тот первый рыкнул... Став... Этот, по-моему, был... Или... Питбуль... Что-то я не обратила внимание... В общем, бойцовский... Он рыкнул первый... Может быть, он постарше... Наш не ответил... Но холку вздыбил... Вот нравится мне его реакция... У него нет агрессии никакой... Он не провокатор... Если кобели воспитанные... Они могут просто не обращать друг на друга внимания... Мы гуляли в прошлый раз с кобелем... Который не обращал на него внимания... Отходил от него... И наш делал то же самое... Они могли гулять на общей площадке... И не устраивали разборки... Ну, прямо замечательно... Вот так надо воспитывать собак... Чтобы они не реагировали... Что будем стремиться... К такому же поведению... Сегодня настоящее бабье лето у нас... Смотрите, на радио смотрит у нас тут озвучка... На столбе, видите, и камеры... Наблюдательная кита... Отличается поведение, правда... Как мы только зашли... И как мы выходим... Муточки... Басит стоит... Погоняться бы за ними, да? Будь здоров... Правду говорю... Редактор субтитров А.Семкин... Корректор А.Кулакова Продолжение следует...